Молодые предприниматели, инженеры, студенты со всего округа и уже состоявшиеся специалисты сегодня собрались в Сургуте. Здесь сейчас проходит так называемая лаборатория по генерации идей SK Lab. Вот она так называется, проводит ее открытый университет Сколково совместно с технопарком Югры и Сургутским госуниверситетом. На протяжении трех дней участники в командах будут генерировать идеи различных стартапов технологических и получать обратную связь. В частности, уже предлагалось делать посуду из отходов сахарного тростника. Также одна из команд работает над идеей умных светофоров. Еще одна над такой системой подсчета объема древесины с использованием искусственного интеллекта. Еще одна интересная идея касалась VR-путешествия через Яндекс.Карты. Победитель получит приз. Более подробно, зачем это все нужно нам и победителям, расскажет Ксения Спиридонова, руководитель проектов от открытого университета Сколково. Добрый день, коллеги. Да, участники получат возможность, те, кто займут первое место, получат сертификат открытого университета Сколково, будут участвовать в стартап-вилледж, они приедут в фонд Сколково. Для региона это важно, развитие предпринимателей технологического направления, что дает возможность региону развиваться, особенно в наше время, это сейчас очень актуально. То есть, я так понимаю, что некоторые на импортозамещения направлены проекты? Конечно, конечно, это первый шаг, это первый шаг к этому. Далее мы будем развивать и эту историю продлевать и экспертировать, обратную связь давать. Спасибо большое. Сейчас в Сургутске госуниверситет и технопарк Югры договариваются со Сколково о дальнейших перспективах своего сотрудничества. Можно сказать, что Эскейлап это только вот такая первая ласточка. Оно открывает череду мероприятий, которые будут проводиться у нас в Югре, цель которых самое главное все-таки раскрыть технологический потенциал региона.